Добрый день, уважаемые друзья! Вот заказали в этом году медогонку от пчелотехника. Три недели она добиралась с орла до Спаска Дальнего. Вот она пришла, четырехрамочная, радиальная автоматическая 12 вольтовая. Вот так вот она выглядит, была упакована в брешетовку, вот накладная, вот цена 35000, электропривод, техпаспорт, гарантия изготовителя 2 года на электропривод. Понятно. Написано, как работать, режим работы, режим ручной, режим полуавтоматический, режим автоматический, режим радиальный. Понятно, все это обязательно попробуем. Программирование пульта, варианты питания электропривода, то есть все расписано, это обязательно почитаем. Так, а это, наверное, не видно полностью на медогонку, да, такая вот документация. Вот при открытии была не точно прикручена вот эта крышечка из плекса, вот отломался уголок, пожалуйста. Вот он, вот такой двигатель, такой вот привод, пульт, у нас есть крокодила для подключения и есть гофра для кабель. Все было бы неплохо, если бы в комплекте еще положили ремень для передачи. Получается, должен быть ремень между двигателем и снизу вот этим вот валом. Вот этого ремня так как раз таки в комплекте не оказалось. Установил пульт, но, в общем-то, красиво. Крутилы ручки, ручки низко болтаются, надо будет какие-нибудь еще проставочки сюда сделать, до конца они закручиваются. Это, я думаю, мелочи. Стоит медогонка вот на таких высоких ногах, Немножко они регулируются, можно чуть-чуть совместить вверх их. Есть отверстия для крепежки к полу, допустим. Поставил двигатель, аккумулятор. Нашел я в магазине ремень, которого не было в комплекте. Купил его за 200 рублей. Вот размер его 23-40, если кому-то нужен будет на такую же медогонку. И все, вот здесь на крепеж крепится наш двигатель. На двигателе вот такой компьютерный кулер. Он его охлаждает, постоянно крутится, когда подключен к аккумулятору. Когда включаем, горит надпись Стоп. Это вороты, это время, это направление вращения. Куда будет вращаться, если мы сейчас нажмем кнопку Пуск. Нажали, она поехала. Можно нажать кнопку Стоп, и все сейчас же остановится сразу. Программируется, пульт очень легко. Зажимаем кнопку Ввод, 3 секунды. Появляется надпись режим полуавтомат. Это потому, что я настраивал в последний раз полуавтоматический режим. Режимы можно менять кнопками Плюс и Минус. Один Стоп, это ручной режим. То есть мы задаем просто скорость и время вращения. И кнопкой Пуск будем, и также кнопками Плюс и Минус, будем выбирать направление вращения. И вращать ее в одну сторону или в другую. Вот с этими оборотами, вот с это время. Самый простой ручной режим, как на ручной медогонке, можно сказать. Вот можно его с вами, давайте его с вами попробуем. Все, окей. Скорость 110, время 30 нажимаем Ввод. Все, вот наша готова медогонка вращаться против часовой стрелки. Со скоростью 110 оборотов в минуту 30 секунд. Можно по линии вращения поменять. Теперь будет в ту сторону. Давайте попробуем в ту. Нажимаем Пуск. Все, вот она поехала. Вращаться скоростью 110, 20, 30 секунд. Это показывается мощность двигателя, используемая в данный момент. Время тикает. И скорая медогонка будет потихонечку устанавливаться. Двигатель работает. Сейчас двигатель остановится. Это простой ручной режим, опять же. Все, медогонка остановилась. Сейчас рамки у нас вернулись в исходное положение. Теперь мы можем также вручную поменять направление движения. Нажать Пуск. И оно будет крутиться в другую сторону. Далее. Какие режимы есть еще? Соответственно, мы качаем вручную и выбираем этот режим. Далее, здесь полуавтоматический режим. Суть в том, что сразу задаем все параметры откачки. Но каждый цикл нам надо будет нажимать кнопку Пуск. То есть, в одну сторону, в другую, в третью и в четвертую нам каждый раз надо будет нажимать кнопку Пуск. Но параметры этого вращения мы задаем заранее. Это полуавтоматический режим. Такой режим используется, как написано, в медогонках, в которых нет автоматического переворачивания рамок. Поэтому нажимается Пуск, откатится в одну сторону, потом рамки переворачиваются вручную. Нажимается опять Пуск, откатится в другую сторону. И так три или четыре раза, сколько вам нужно. С определенными бродами, определенное количество времени. У нас рамки переворачиваются автоматически. Вот тут такая вот здесь система пружин. Там вот весь механизм этот спрятан. Внутри его не видно, очень это удобно. Это полуавтомат. Можно поставить, допустим, минимальную скорость 100, можно 95, можно 200. Максимальная скорость 300. Допустим, 110. Время ставим 20 секунд, чтобы все это было быстрее. Вторую скорость. Во вторую сторону пойдет у нас скоростью 100. Вставляем. Время также ставим 20, чтобы было быстрее. Третью. Третью, допустим, вообще убираю. Не хочу, чтобы у меня третьего цикла не было. То есть я хочу, чтобы всего было циклов 3. Третью я ставлю. Время 0. И четвертую ставлю опять. Обороты ставлю. Вот здесь стоит 200. Можно зажать, допустим. Чтобы и стало 100. И время также 20 секунд. Все. Нажимаем ввод. Теперь наша медогонка. Готова работать в режиме полуавтомат. Первое ощущение будет против часовой стрелка. Скоростью 110-20 секунд. Нажимаем. Поехали. Остановилась. Рамки вернулись. И она показывает, что во втором цикле она хочет крутить в другую сторону с скоростью 120 секунд. Для этого нам нужно нажать снова кнопку старт. Это полуавтоматический режим. Все. Она поехала в другую сторону. И опять же качает. И точно так же в третий режим. Надо будет просто нажать кнопку старт еще раз. И самый нам необходимый режим. Ради чего все это собственно и покупалось. Можно второй полуавтоматический настроить под своими параметрами. Убирать его потом. Вот. Допустим. Вот автоматических режимов можно настроить сразу. Ну это радиальный еще есть. Это для радиальных надогонок я так понимаю. Это наше не подойдет. Вот. Три автоматических режима можно настроить. Исходя из. Допустим. Можно качать полумедные рамки. Можно тяжелые рамки. Для тяжелого настроить один режим. Для легких другой режим. Или для белых допустим свежих рамок один режим щадящий. Для темных сотов более жесткий режим можно настроить. То есть это удобно. Авто 1. Выбираем. На первом цикле скорость будет у нас допустим 200. Хорошо. Время 20. Отлично. Скорость на втором 205. Хорошо. Время 20. На третьем я хочу поставить. Ну скорость пусть такая же будет 200. На время я хочу поставить 0. Не хочу чтобы у меня был третий режим. На четвертом скорость. Вот. Поставим так же. Допустим 200. 200. 200. Так вот. И. Время поставлю 20 секунд тоже. Все. У меня третьего режима не будет. Будет всего три режима. Три цикла откачки. Ну как бы всегда нам этого хватало. Никогда мы в четыре цикла не качали. Поэтому нам хватит в три. Все. Нажимаем. Ок. И теперь. В автоматическом режиме нам достаточно нажать только один раз кнопку пуск. У нас все циклы пойдут один за другим. Вот это на 40. На 40 скорости. И 9 секунд. Это разгоночная. Это. То есть это. Это медогонка. Это время. Она разгоняется. Этот параметр он тоже настраивается. Я сейчас покажу где он. И как настраивается. Но. Этим надо будет попользоваться. Когда уже приступим к самой отскачке. Когда будем качать. Этот параметр можно будет подрегулировать. В большую или меньшую сторону. Вот сейчас видно было. Что когда она на разгоночной скорости была маленькая. Ну или рамки потому что пустые. Пытается ее разогнать. И рамки стучат по стенкам. Такого быть не должно. Это надо будет потом поднастроить. В любом случае все параметры медогонки настраиваются. Все. Первый режим закончился. Она крутила против часовой стрелки. Все. Остановилась. Пауза пошла. Пауза также настраивается. Пауза стоит 5 секунд. Между циклами откачки. Можно конечно поставить ее меньше. Будет быстрее. Все. Поехала теперь по часовой стрелке. В другую сторону. И опять же начинается время разгона. И вот она начинает долбить. Надо либо скорость разгона больше поставить. Либо с полными рамками будет все нормально. Надо будет попробовать уже непосредственно при самой откачке меда. Все. Автоматом пошел второй режим. Все. В другую сторону. Пошла скорость 200. Как правило, первый и третий цикл делается на меньшей скорости, чем, допустим, второй и третий. То есть на первый цикл можно поставить 100. На второй и третий по 200 оборотов. И тогда ласково откачается первая сторона. Потом полностью вторая и вернется к третьей и опять откачается. Так, третий режим. Должна была она пропустить. Думаю, она его пропустит. Опять несколько секунд разгонять. 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 И все. И пошел четвертый цикл сразу. То есть третий цикл она пропустила и пошел сразу четвертый. Все, как мы и хотели. Вот, все и работает. Заканчивается у нас четвертый цикл. Притормаживается медагоночка. Все у нас останавливается. Рамки вернулись. Все. Полностью цикл у нас закончен. То есть если бы мы сейчас поставили рамки, они у нас бы полностью откачались. Сейчас бы они были пустые. Нам надо было их только вытащить и поставить новые. И нажать кнопку пуск. То есть вот она полностью автоматическая медагонка. Еще одни параметры, которые регулируются в ней. Надо зажать кнопку ввод и одновременно кнопку пуск. Тогда появляется вот такое меню. Скорость старта. Это скорость, в которой будет стартовать наш двигатель. И количество. И 7 секунд это разгоночная скорость. Вот как раз таки, когда у нас долбились рамки, то вот со скоростью 40, 7 секунд, то у нас медагонка только разгоняла рамки. Соответственно можно эту скорость уменьшить. Можно эту скорость увеличить. Если мы ее увеличим, скорее всего рамки долбиться не будут. Они уже прилипнут и пойдет она по кругу. Время разгона можно тоже уменьшить. Все надо пробовать, экспериментировать на самих рамках. Смотреть как оно будет лучше. Допустим 80, время также 7. Импульс. От единицы до 9 меняется импульс. То есть, вы слышали, что двигатель включается периодически, временами, импульсами. Соответственно, этот интервал между импульсами регулируется вот этой цифрой. Соответственно, это тоже надо будет пробовать уже в полевых условиях, экспериментировать. Я это обязательно сделаю. Отлажу. Все вам покажу, как и что у меня получилось. Дальше пауза. Как раз таки, это вот та пауза между циклами. 5 секунд. Естественно, ее можно убавить до 1 секунды. И увеличить до 9 секунд. Все. Пусть также пауза у нас, ну, 4 секунды. 3 даже поставлю секунды достаточно. Все. Вот еще какими параметрами можно поиграть при настройке этой медагонки. Ну вот, в общем-то, и все. Сейчас хочу... Сейчас еще немножко покажу вам подвигатель, что мне в нем не понравилось. Поставим в одну сторону, да. Обороты, допустим, 150. И время поставим побольше, чтобы полторы минутки покрутило. Все. Поехали. В ручном режиме время на разгон уже нету. Здесь она славит сразу и пустует. Что мне понравилось в двигателе, это... Вот этот... Вот эта его вибрация. Здесь упурится. Но двигатель временами вот так подергивается. Но это, я считаю, не очень нормально. Будет такого быть должно, чтобы дополнительно его закрепить. Потому что двигатель у нас закреплен на вот такой пластине. А пластина на диске вон на круглом. И все это не достаточно жестко. И поэтому его вот немножко колбасит. Я думаю, это тоже все решаемо. Можно будет что-нибудь с этим придумать. Более жестко его закрепить. Мы что-нибудь придумаем. Подключена она таким образом. Стоит аккумулятор. Она подключена к аккумулятору. И параллельно, вот прокинут у нас удлинитель, параллельно подключено зарядное устройство на аккумулятор. То есть все нормально. Нам проще, у нас здесь есть электричество в доме. Так что качаем таким образом. Вот сейчас я... Вот она недогонка. Она показывает, что у нас 12,2 вольта. Вот он настроен режим автоматический. Я перед этим показывал, как настраиваться режимы. Так что настроили режим. Сейчас быстренько вам покажу, что я там настроил. Вот режим авто. Режим авто. Так вот. То есть первый цикл 150 скорость, время 20 секунд. Второй цикл 200 скорость, 30 секунд. Третий цикл 150 скорость, 0 секунд. Мы его пропустили, третий цикл. И четвертый цикл 200 скорость, опять же, 20 секунд. Вот такой режим. То есть сначала скачиваем одну сторону небольшой скорости. Затем переворачиваем на другую. На большей скорости откачиваем дольшее время, чтобы полностью весь метр возвращается на первую сторону. И докачиваем на полной скорости все, что в нем осталось. Как вставляются рамки, вытаскиваются. В принципе, нам понравилось. Все вплите ручку. Если рамка стандартная, то есть она влазит и вылазит. Отлично. Что еще понравилось, что, конечно, с автоматическими догонками плюс большой в том, что рамки вообще не ломаются. Если раньше у нас случалось, оно где-то чуть быстрее газонул, чуть там как-то немножко где-то резко затормозил. И из-за этого бывало, что вот здесь вот прям выламывалась рамка. Это плохо. Потом они туда трутовую трутов сеют и не очень все это так получается красиво. А на автомате, конечно, хорошо. Ни одной рамки за этот день не было поломано. Хотя жара стояла на улице. В принципе, было жарко. Соты были мягкие. Но все было замечательно. Вот сейчас при вас загружу наши четыре рамочки. То есть, если стандартная рамка, она влазит сюда. Вполне замечательно. Только у нас здесь были некоторые нестандартные рамки. Ну, вручной, в догонке они все равно влазили. Вот уже не залазили. Пришлось вот здесь немножко, немножко подрезать. Ну, ничего, подрезали. Потом получилось все нормально. Все поставили. Все готово оно у нас. Открываем крышку. Можно ее не закрывать. И теперь оно настроено в автоматическом режиме. Все параметры вбиты. Нам остается нажать только одну кнопку. Все, поехало. Теперь она у нас три секунды разгоняет его на скорость 80. Теперь на 150 скорость откачивает 20 секунд одну сторону. Потому что рамки полные, чтобы они не поломались. Тачиваем наполовину в первую сторону. Все работает мягко. Ничего. Нигде не торрестется. Все, в принципе, удобно. Тут сразу открываем краник, чтобы сразу потихонечку все это сливалось во флягу. Все, закончился первый цикл. Все, рамочки у нас выровнялись. Сейчас она поедет по часовой стрелке. Второй цикл на полной скорости 200 оборотов в минуту. 30 секунд она будет крутить. Все, поехало. Ехало-поехало. Мед уже еще не бежит. Защелочка здесь вот такая. Простая. Так закрывается. Здесь под шайбочку просто. Ставилась. Прикрылась. И все. Ну, в принципе, все удобно. Просто вроде бы пока никаких проблем с этим не было. Все. Работает. Закончился у нас второй цикл. Третий она сейчас пропустит, потому что мы время поставили ноль на третий цикл. И сейчас приступит к четвертому циклу. Вернется опять на первую сторону. И на полной скорости откачает все, что у нее осталось. Можно регулировать паузу. Между циклами можно регулировать скорость разгона, время разгона. В принципе, все очень удобно. То есть, принесли рамки. Человек уже обрезает. Загружает сюда. Нажал кнопку и пошел дальше обрезать рамки. Услучил, что она остановилась. Затихла. Вытащил рамки. Поставил туда новые. Дальше обрезает. Конечно, это все намного удобнее и быстрее и проще. Когда все это происходит автоматом. Не надо ничего крутить руками. Ну и плюс, конечно, большой плюс, что не ломаются рамки. Все. Цикл у нас завершился. Все у нас затихло. Все готово. Достаем рамочки. Вот она аккуратная рамка. Все выкачано. Все. Вот у нас готовый мед там. Все готово. Все нормально. Все красиво. Вот, наверное, на этом и все. Друзья. Продолжение следует. Вот такое вот. Вот. Продолжение следует...